Сергей Федорович, здравствуйте. Добрый день. Вопрос, который мы с вами обсудим, сразу привлечет большое внимание нашей телеаудитории, потому что речь идет о зарплатах. Да, это то, что важно каждому, может быть, за исключением младенцев. Вы приехали в Хабаровск, чтобы внедрить новую систему условий оценки труда. Вы заберете наши деньги или нам дадите деньги? Мы приехали для того, чтобы внедрить, как вы совершенно справедливо заметили, оценку условий труда. Это то, что даст объективную информацию о том, в каких условиях трудится человек. И в том случае, если выяснится, что эти условия труда вредные или опасные, то, наоборот, ему нужно увеличивать заработную плату, предоставлять дополнительный отпуск, сокращать рабочий день. Возможно, конечно, и обратная ситуация. Если вдруг выяснится, что условия труда у человека безопасны, значит, никаких дополнительных доплат ему за вредность не положено. А что случилось? Почему меняется сама суть? Раньше такого не было? Раньше такое тоже было, но институту оценки условий труда не придавалось столь серьезного, важного на государственном уровне значения, к сожалению. Мы сейчас просто вплотную подошли к тому, что нужно абсолютно точно знать про каждое рабочее место, в каких условиях трудится человек. С тем, чтобы совершенно объективно, на абсолютно понятных и прозрачных основаниях устанавливать человеку систему гарантии и компенсаций. Строго в зависимости от того, какие у него условия труда. Просто сейчас этому придан новый импульс. Нельзя сказать, что раньше этого не было. Вообще, институту оценки условий труда больше 20 лет. Но все равно где-то у нас на подсознании сидит такая мысль, что государство скорее забирает, чем дает. И вот вы подчеркнули, что там, где условия идти не будут, соответственно, у людей льготы и какие-то преференции заберут. Кого это касается? Уже известно? Статистика говорит об обратном. Вот мы сегодня обсуждали как раз на совещании о том, что, например, в Хабаровском крае за последние 6 лет число людей, работающих во вредных и опасных условиях труда, увеличилось примерно на 20%. Сейчас составляет порядка 40% от общего числа занятых. То есть это 2 пятых. Это очень много. И в этой ситуации как раз наоборот людям положены дополнительные преференции. Та тенденция, о которой вы говорите, мы ее, к сожалению, не наблюдаем. На самом деле, к сожалению. Потому что, мне кажется, главное не компенсировать вредные условия труда, а главное, чтобы человек в безопасных условиях работал. Вы сказали о том, что повысилось число вредных предприятий, да? А экономика стагнирует. И тут вот такой факт, о котором вы говорите. Ну, назовите, что это? Что у нас в Хабаровском крае? А это на самом деле не исключительно, ну, как вы говорите, экономика стагнирует. Я бы в таких категориях не говорил. Просто на самом деле раньше эти рабочие места никто не исследовал. Считалось, что оно безопасное. Ну, например, телевидение. Ну, например, телевидение. Не знаю. Вот если здесь провести специальную оценку условий труда, наверняка мы здесь найдем превышение по каким-то факторам. Я не знаю, проводилось здесь или не проводилось. Не проводилось. Ну, вот надо проводить. А скажите сразу, то, чтобы, например, ну, не только наш, но и люди, которые нас смотрят, куда можно обратиться? Должен ли это сделать работник, либо это должен сделать работодатель, хотя ему наверняка это будет невыгодно? Это должен сделать работодатель. Обращаться нужно, ну, на самом деле можно обратиться, если каким-то образом нарушены трудовые права, так же, как и по... Нет, не нарушение трудовых прав, чтобы действительно замерили вредность условий труда. Это составная часть трудовых отношений, я поэтому говорю о трудовых правах, Рострудинспекция, Государственная инспекция по труду. Но, опять же, все зависит от категории работника. Есть так называемые списочные профессии. Это профессии, которые дают право либо на пенсионные льготы, либо на льготы по заработной плате, по сокращенной продолжительности рабочего времени, по дополнительному отпуску. Вот на них такая специальная оценка условий труда, она должна быть тотальной, безусловной и должна быть проведена вот просто в кратчайшие сроки. Ну, с учетом там определенных временных рамок, оговоренных законом. Что касается остальных рабочих мест, то здесь эта оценка условий труда должна проводиться поэтапно, не позднее 2018 года. Надо все-таки понимать, что в стране 45 миллионов рабочих мест. То есть до 2018 года... Их одномоментно проверить невозможно. До 2018 года вы должны внедрить эту систему, и мы должны ее внедрить. Она должна быть, да, абсолютно касаться всех и каждого. Ну, я думаю, что, наверное, замечательно, да, судя по тому, что вы говорите, по крайней мере, мне пока все нравится. Ну, дай бог. Я знаю, что вы посетили предприятие в Хабаровске. Что увидели, что не понравилось, что понравилось? Мы вчера встречались с губернатором, разговаривали с ним на разнообразные темы, в том числе и на темы, связанные с авиастроением и судостроением. Ну, вот нам, к сожалению, не удалось посетить авиационный завод сухого, но мы были на судостроительном, смотрели то, что они сейчас там делают, разговаривали с руководством завода о перспективных наработках, которые у них есть, о предстоящей модернизации завода. И, в общем, надеемся, что это произойдет, потому что судостроительная отрасль, она, безусловно, приоритетна и важна для страны. А завод сейчас находится в довольно сложных условиях, и кадрово в сложных условиях, и с точки зрения, так сказать, своей сейчас загруженности. Завод может больше, и он должен делать больше. Это, на мой взгляд. Что-то удастся сделать? Вот для себя что-то, заметки какие-то сделали? Это не первое наше совещание. Мы специально, методично, с определенной периодичностью проводим такие совещания по различным регионам. Вот до этого у нас был Ростов, после этого будет Иркутск. На каждом таком совещании мы делаем какие-то пометки. Мы абсолютно точно осознаем, что мы сейчас внедряем какие-то новые подходы во вроде бы старый институт. Но мы тоже ошибаемся, и люди, с которыми мы общаемся на местах, нам на эти ошибки указывают. И вот в ходе таких мероприятий мы как раз и выявляем те вещи, которые, может быть, нам нужно поправить. А может быть, где-то мы что-то предусмотрели, но люди не понимают, что мы предусмотрели. Тогда это просто нужно разъяснять и объяснять. Сергей Федорович, еще коснемся новой системы оплаты труда, потому что все-таки тема новая и достаточно любопытная. Компенсировать работнику за вредные условия труда, вот по вашей новой схеме, будут из краевого бюджета или из федерального? Работодатель. Из собственных доходов? Если это коммерческое предприятие, то есть собственных доходов, если это, соответственно, муниципальные учреждения, учреждения края или федеральные учреждения, то... То есть каждый из своего источника? Да, совершенно верно. Это фонд оплаты труда, обычный. Он должен планироваться каждым работодателем. И вредные условия труда, гарантия компенсации в связи с ним, это обычная выплата по трудовому законодательству. Работодатель ее должен планировать. Федеральные законодатели приняли закон о компенсации людям проезда к месту отдыха из районов Крайнего Севера. Ну, это практически вся территория Хабаровского края, да? Да. Возложили на плечи работодатели. Работодатели взвыли, потому что у них нет денег таких. Сейчас мы накладываем на них еще одну статью расходов. Не получится так, что обанкротится предприятие? Ну, тему с проездом хорошо знаю, занимался этим законом. Мы выполняем решение Конституционного суда. 10 лет назад законодатель принял решение о том, что компенсировать расходы к месту отдыха и обратно нужно только в той части, которая касается учреждений. Ну, то есть то, за что государство непосредственно как бы отвечает. Но Конституционный суд нас в прошлом году поправил и сказал, нет, соответствующие расходы одинаковым бременем должны нести все хозяйствующие субъекты, независимо от того, государственные они и муниципальные. Поэтому мы можем позитивно или негативно воспринимать эту норму, но это решение суда, его надо выполнять. Выполнять надо. Что касается вот этой темы, то это те расходы, которые работодатель должен предусматривать. Эта обязанность у него возникла не сегодня и даже не вчера. Как я говорил, этому институту более 20 лет. И, кстати говоря, наибольшая эта проблема не с крупными работодателями, вредными производствами, они это делают и предусматривают. У нас как раз наибольшая проблема с бюджетными учреждениями, где в смету раньше эти расходы не закладывались. И сейчас мы работаем, мы с Минфином на федеральном уровне, здесь нужно будет с вашим региональным, краевым Минфином работать. И соответствующие средства предусматривать. Никуда не денешься, это трудовые права людей. С другой стороны, на тот же краевой бюджет ляжет вообще огромная нагрузка. Сейчас огромная проблема выполнения майских указов президента, да, долговая нагрузка на бюджет растет, и еще больше мы ее увеличиваем. Справятся бюджеты? Я бы, ну, я, к сожалению, не знаю ситуацию с вашим краевым бюджетом, мне сложно судить. Я расскажу. То, что выполнение майских указов является безусловным приоритетом органов государственной власти всех уровней, это абсолютно безусловно. Еще раз говорю, те расходы дополнительные, как вы говорите, дополнительные, о которых мы говорим, это расходы, которые предусматривались и должны были предусматриваться в структуре расходов на оплату труда. Есть ли в рублях посчитать? Так, чтобы каждому человеку было понятно, да? Вот, например, человек предполагает, что он работает на предприятии, которое считается вредным, но ничего он за вредность не получал. Насколько может вырасти зарплата? Не получится в рублях. Объясню, почему. По закону минимально ему должны за, например, класс условий труда 3.1, это самый первый класс вредный, считающийся вредным. Вот осталиплавили за год, например, да? 4% от тарифной ставки. Вот сколько это у кого? Ну, можно посчитать. Но при этом тоже надо понимать, что профсоюз коллективными переговорами от работы дателю может добиться большего повышения. И в ряде случаев добивается, потому что 4% это минимально, это тот минимум, ниже которого увеличивать нельзя. Может быть больше. То есть работа есть и для профсоюзов? Абсолютно. Там как раз закон предусматривает очень широкий инструментарий для того, чтобы работодатель садился за один стол с профсоюзами и договаривался о той системе гарантии компенсации, которая будет осуществляться в отношении каждого конкретного работника. Сергей Федорович, ну и не могу не спросить, очень больной вопрос для нас, для всех, да? Но с другой стороны, может быть, для нас он и не будет, он больным беженцем из Украины. Но это, наверное, лучше, чем граждане КНР, которые к нам прибывают. Я имею в виду наша рабочая трудовая сила новая, будет она или нет. Вот тут чего нам ожидать, чего ожидать краю? Наверное, было бы корректнее спросить об этом краевое руководство. Но в связи с тем, поскольку мы эту тему обсуждали, знаю, что сейчас краем, не только Хабаровским краем, эту работу ведут региональные власти и в других регионах страны. Но знаю, что Хабаровским краем эта работа точно проводится по подбору тех людей из числа этих беженцев, которые могут быть востребованы здесь на Хабаровском районе труда. Я имею в виду то, что касается вашего направления. То есть основной поток стекается в Москву. Вы как корректнее... Не, основной поток стекается в Ростов. В Ростовскую область. Но в любом случае, все равно это, как сказать, ваш вкус, не наш Дальний Восток. Это как-то будет потоки эти перенаправляться? Ну вот пытаюсь рассказать. Значит, Хабаровский край сейчас занимается тем, что из числа вот тех лиц, которые изъявили желание перебраться куда-то дальше Ростова, выбирают людей, которые могут быть востребованы здесь на рынке труда и могут каким-то образом здесь обустроиться. Не в ПВРах, потому что мы понимаем, что это пункты временного размещения, а на более или менее нормальной постоянной основе. Они у нас еще заняты, кстати, теми, кто пострелял наводнение. Тем более, что край, несмотря на то, что, в общем, очень хорошо движется в направлении преодоления последствий паводка, мы понимаем, что эти последствия еще до конца не преодолены. И там есть ряд задач, которые предстоит решать. Поэтому краевое правительство, насколько мне известно, как раз и занимается тем, чтобы эти люди приехали не в чистое поле, а чтобы у них была возможность здесь обустроиться и найти работу. Сергей Федорович, предлагаю в 2018 году встретиться в этой же студии и обсудить, как работает новая система оплаты условий труда. Спасибо вам за интервью и до свидания. Спасибо, до свидания.